Господин Статкевич, что вы думаете по поводу тех тревожных выступлений, которые сделал писатель Владимир Никляев и философ Владимир Мацкевич, по поводу каких-то соглашений между Россией и Белоруссией, которые тайно готовятся в каких-то канцеляриях и могут быть подписаны в районе 21 июня? — Я думаю, что игра продолжится. Битва за Белорусс, они так ее называют. Я впервые написал об этом, что начинается битва за Белорусс в сентябре прошлого года. Тогда наше аналитическое сообщество, ну, на смех меня не подняли, не знаю, из уважения что ли, ну, поэрганизировали достаточно. Основной мотив рассуждений — этого быть не может, потому что этого никогда еще не было. Но, как я и говорил, что на протяжении полгода начнется наступление, и цель в течение полугода добиться решений, которые бы сделали поглощение необратимым. Ну, атака не получилась наскоку. Сейчас будет системное подавление. И Лукашенко, у него три варианта поведения. Первый вариант — это укреплять независимость. Это значит экономические реформы, это значит, скажем так, борьба за свое информационное пространство, удаление оттуда российской военной телевизионной пропаганды. Она там доминирует. Это значит диалог с обществом. Это значит патриотическое воспитание общества и, кроме того, продвижение патриотов в силовой структуре, во власти. Мы этого ничего не видим. Мы видим все наоборот. Все наоборот. Для Лукашенко этот путь закрыт, потому что этот путь предполагает уменьшение его личной власти на страну. Особенно в экономике. Ведь рекорд мы — это уменьшение его суверенитета на нашей экономике. Второй вариант остается, ну, скажем так, ничего не делать и упираться. Рано или поздно, учитывая, что Россия, ну, она, кстати, очень так бережно, нежно покручивает кран. На пять лет закручивает только по нефти дотации. Но где-то уже там через два года таких оборотов рванет, вон, порвут. Ненависть настолько сильна у людей. Ну, социологи дают 20% желающих, 80% желающих перемен. Ну, если я отнимаю, получается 20% вроде бы как-то должны хотя бы нейтрально относиться. Их нигде не найти. Я еще никто не слышал очень давно, кроме там записных каких-то там по телевизору и чиновников, чтобы кто-то признался в поддержке Лукашенко. Бояться. И, значит, ну, тогда третий вариант у него. Когда, ну, значит, у нас выбирать приходится между личным суверенитетом над народом, над обществом и суверенитетом Беларуси как государства, ну, наверное, он выбирает личный суверенитет. Пусть это будет суверенитет над народом в автономии. Он будет сдаваться. Потому что вот эти два варианта, которые расписал, борьба за независимость, и ничего не делали, они приводят или к медленному ходу от власти, даже с гарантией, что для него неприемлемо, или просто к бонду и расправе, к тем более неприемлемому. Значит, он выбирает вот этот вариант. А можете прокомментировать отставку министра МВД Шумевича такую одиозную фигуру, которая наряжалась в форму НКВД? Вы знаете, одиозных фигур, у нас самая одиозная фигура власти, это господин Лукашенко. Я не понимаю этого, скажем так, общественной ненависти к людям функции. До поставки Шумевича министром иностранных дел, они точно так же восхищались биопатриотизмом, потому что министром иностранных дел работает с западом. Там надо показывать патриотизм. С востоком иностранные дела ведет сам Лукашенко с Россией. А функция министра внутренних дел быть таким. Кстати, не худший министр, поверьте. Ну, конечно, несколько таких моделей поведения. Да, форма НКВД нет, конечно, этого пьющего. Но объявил почему-то открытую войну ЛГБТ, получил тогда. Но в целом, в общем-то, ну, поверьте, не худший министр. К чему отставка привела? Да потому что они дура. И, наверное, со здоровьем. И он понимает, к чему идет, и ему, значит, придется этот бунт давить. И, наверное, решил, нашел повод свалить. И самое главное, не отставка Шумевича, а кто вместо него. И не важно, какой стиль поведения будет у нового министра. Стиль – это не главное. Ну, Караев уже назначил. Да. Вот, я знаю, я о нем говорю, там, типа, больше там независимых, да, больше открытости. Самое главное, что вместо милиционера, который знает, что такое профилактика преступности, раскрываемость и так далее, назначили, извините, костолома. Давить, который умеет. Вот самый главный сигнал, чему готовится Лукашенко. Он готовится, давить будет. Понятно. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания.